Как откладывать свои деньги с целью формирования своего капитала? Я уже сформировал свой капитал, и в этом видео буду делиться своими инсайтами и своими инструментами. Всем привет! Меня зовут Александр, фамилия Маятен. Кстати, будьте внимательны, в этом видео я буду дарить подарок. Я бы сказала так, не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек, не должен понимать, что подарок расценивает. Первое и самое простое правило, это, конечно, откладывать не менее 10% от всех входящих денег, которые приходят к вам, неважно, на расчетный счет, на карту, либо наличными деньгами. Кстати, возможно, вы уже слышали это правило, это очень распространенное правило, откладывать не менее 10% от всех входящих денег. Но многие люди не делают, знают, что это необходимо делать, но не делают. Я, кстати, в этом видео, досмотрите его обязательно до конца, я поделюсь причинами, почему люди это не делают. Но есть ряд причин, почему люди сегодня не откладывают свою, ну, там, назовем ее дельту или назовем свой небольшой капитал. Почему так? Первое, люди считают, что это ничтожно маленькая сумма денег. Мол, что я заморачиваться сейчас откладывать 1000 рублей, вот когда мне на расчетный счет упадет, например, 300 тысяч, тогда я сразу отложу 30 тысяч. И это та иллюзия, по которой люди до сих пор не откладывают свою дельту, и, возможно, вы именно по этой причине не откладываете дельту. В этом случае советую откладывать дельту, откладывать вот эту небольшую сумму от любой входящей суммы денег. Соответственно, если эта сумма упала вам в электронном виде на карту, то просто можете сделать перевод. Если вам в руки попали живые деньги, то вы возьмите 10% и отложите в свою копилочку. То есть, еще раз, первая причина, люди считают, что это ничтожно маленькая сумма денег. Мол, что заморачиваться этой 1000 рублей. В других моих видео, кстати, вы можете посмотреть, что можно сделать с этой 1000 рублей, и из этой 1000 можно отрастить очень большой капитал. Вторая причина, люди боятся, что мне не хватит на остальные расходы. И здесь очень простой вопрос. Например, 5 или 10 лет назад вы зарабатывали, скорее всего, гораздо меньше. Вопрос, вы как-то жили на эту сумму денег? Я предполагаю, что да. Вопрос, а сейчас вы стали зарабатывать больше? Вопрос, вы можете прожить на 90%, 10% отложить в свою копилочку, а на остальные 90% прожить? Я предполагаю, что да. Почему? Потому что я с уверенностью живу сегодня таким же способом. По секрету скажу, кстати, сегодня я откладываю уже больше 10%, а сегодня я откладываю более 50%, а на остальные 50% я живу. И еще одна причина, по которой люди не откладывают дельту, нет, скорее всего, они откладывают дельту, но они откладывают с идеей, я отложил, я сейчас воспользуюсь, а потом я обязательно верну. Ну, как правило, через месяц, через два люди не возвращают, и тем самым не получается формировать вот эти накопления, формировать вот эту дельту. Соответственно, как не попасть в эту ловушку? Я советую сделать самое простое, то, что делаю я. В личном кабинете Сбербанк, управляй онлайн, называется вклад, пополняемый, снимаемый, и любая сумма, которая приходит мне в электронном виде на карту, я тут же делаю перевод на свой резервный счет. Если мне в руки попали наличные деньги, я знаю, что у меня на карте есть деньги, и с этой картой я тоже делаю перевод на свой личный счет. И таким образом, незаметно для себя, за месяц, за два, за три, вы можете накопить приличную сумму денег для того, чтобы формировать свой капитал, для того, чтобы избывать какие-то свои амбициозные цели, для того, чтобы, ну, там, другими словами, даже баловать себя, покупая какие-то безделушки, либо эти деньги тратить на свои эмоции. Поэтому самый простой вариант, как это делать, возьмите просто программу и заведите для себя, программу я имею в виду онлайн, и заведите для себя правила, от всех входящих денег откладывать не менее 10%. И обязательно, давайте сделаем такой некий челлендж, некий флешмоб. С сегодняшнего дня, вот с момента, как вы смотрите это видео, обязательно месяц, в течение месяца, откладывайте не менее 10% от всех входящих денег. Обязательно через месяц поделитесь под этим видео, какая сумма у вас получилась за месяц. И тому участнику, у которого получится самая большая сумма, от меня будет ценный приз, я заморочусь, я почтой отправлю вам этот приз и устроим такие некие соревнования. Я думаю, что это вас еще больше мотивирует для того, чтобы откладывать свою дельту, и через месяц вы мне скажете огромное спасибо за эти деньги, которые у вас есть на вашем счету. Спасибо за внимание, с вами был Александр Тен, до скорой встречи, пока-пока, увидимся.